Звук плачущей и печальной, самый узнаваемый духовой инструмент – саксофон. Это символ музыкальной культуры 20-го столетия. На сцене Беатрис Березинская представила на суд жюри два произведения – «Безе, интермэции, сюитар-лезианка» и «Этюд в манере свинга» Гершвина. Именно это произведение ей нравится играть больше. Она говорит, подходит под настроение. Мне понравился больше Гершвин «Этюд в манере свинга», потому что он веселый и очень задорный. Беатрис выступила в категории «Младшая группа» в финале конкурса духовых инструментов. Всего же представили своих участников более 30 музыкальных школ из 29 муниципалитетов. Председатель жюри Владимир Кудря признается, кафедра духовых инструментов среди музыкантов в Подмосковье популярна и очень полезна. Просто один маленький пример. В Европе изучали преступность по Европе до кризиса. И оказалось, что в Баварии минимальная преступность. Почему? Оказалось, что единственная разница в системе образования – это то, что во всех общеобразовательных школах есть духовые оркестры в каждой образовательной школе. И вот этот фактор играет самую главную роль. И оказалось, что люди вместо того, дети, чтобы идти на улицу заниматься бог знает чем, они сидят и занимаются музыкой. Главная цель Московского областного духового конкурса – сохранение российских традиций исполнительства на духовых инструментах как сольно, так и ансамблем. По мнению жюри, и репертуар составлен правильно. Педагоги делают акцент в первую очередь на классическую музыку. Именно она развивает детей эмоционально и музыкально. Но есть и эстрадный репертуар. Все же духовые – это демократичные инструменты. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».